Друзья мои, всем привет-привет! С вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика «На одной волне» от автора Аденаис Ватерлоу. Ссылка на фанфик будет в описании под видео, и там же в описании под видео будет ссылка на страницу Boosty Аденаис Ватерлоу, где публикуются главы работы, которых еще нет на фигбуке. Также в описании под видео есть ссылка на мой второй YouTube-канал с озвучками, на мой влоговый канал, а также на мою страницу Boosty, где более 80 фанфиков в моей озвучке уже выложены. Там же мы с вами встречаемся в прямых эфирах по вечерам и читаем фанфики без цензура. Ну а прямо сейчас у нас глава вторая, и поехали! Австралия, Белсбич, Виктория, 2002 год. Атмосфера на ночном побережье в сезон серфинга самая потрясающая. Бескрайнее звездное небо, шум, волн, ласковые порывы ветра и уютные посиделки у костра. Играет легкая музыка, располагающая к откровенным разговорам и бесконечным шуткам. Публика самая разная, но от этого еще интересней. В этот период есть все шансы завести полезные знакомства или просто найти новых друзей. Здесь абсолютно всех объединяет любовь к морю и стремление научиться чему-то еще, а также показать себя с лучшей стороны. Подкачанные тела высоких стронных парней, безусловно, привлекают девушек, которые приезжают сюда поглазеть на красавчиков в надежде, что им удастся поймать одного из них в своей сети. Парочки босиком прогуливаются по влажному песчаному берегу, держась за руки, и то и дело уединяются в окромных местах. Сегодня очередная вечеринка, на которой приезжие смешались с коренными жителями, увлеченно общаясь между собой. На небольшой сцене с подсветкой в виде интарных фонариков по периметру расположился диджей, увлекая народ потанцевать и расслабиться. Ченгук пришел без пикселя, потому что собирался остаться на побережье дольше положенного, и у него не было ни малейшего желания следить за неугомонным псом в темноте. Он неторопливо тянет какой-то мудреный коктейль местного бармена и морщится от слишком кислого вкуса. Наплевав на разноцветные слои, размешивает соломинкой это пойло и снова пробует, довольно улыбаясь. Неожиданно его глаза закрывают маленькие хрупкие ладони миниатюрной шатенки. Она всегда пользуется одними и теми же духами, отчего он безошибочно понимает, кто находится за его спиной. Нежный цветочный аромат проникает в легкие и вызывает теплую улыбку. Парень накрывает ее пальцы своими и, запрокинув голову, глядит в лукавые раскосые глаза. — Привет! — девушка чмокает его в нос и звонко смеется, когда Ченгук тянет ее на себя. — Хм, не прошло и года! — сокрушается парень. — Ну, прости, но твой пиксель погрыз мои кеды. Я его протушу скоро! Она садится рядом и показушно дует губы. — Ну, а кто виноват, что ты снова забыла убрать ее в шкаф? Ченгук всегда находил оправдание поступкам своего питомца. — Ну же, Сайон, мы сто раз с тобой это обсуждали. — Я пришла сюда не нотации выслушивать, а повеселиться, — перебивает его девушка. — Много не пей, я за тебе головой отвечаю, — предупреждает Ченгук. — Все, выключай строгого братца! Она дружелюбно толкает его в плечо. — Пикс в порядке, но с тебя новые кеды! Сайон поднимается и смотрит куда-то в сторону. — Ох, черт, явились все-таки! — Кто? — удивляется парень. — Поклонницы твои! Целая толпа пожаловала! А среди них вон ту красотку, видишь? Сестра кивает на высокую девушку в весьма откровенном наряде. — Ну, ничего такая! — прицокивает Ченгук, бросая на нее оценивающий взгляд. — Это Бонни Ли. Учится со мной в параллельном курсе. — Обычно я с такими не общаюсь, но она так рьяно набивалась в подруге, что я обалдела. А потом выяснилось, почему. Сайон бесцеремонно забирает у брата стаканчик с остатками коктейля и допивает. — Ну, только не говори, что из-за меня! — усмехается Ченгук. — Бинго! — Просила вас познакомить, но я не рассчитывала, что именно сегодня. Она задумчиво грызет трубочку и кисло улыбается с тайки голдящих девиц. — Да мне сейчас вообще не до отношений. Тренировки каждый день. Я домой приползаю чуть живой. Начинает оправдываться брат. — Слушай, она такая настырная, что точно не отстанет. Ну, будь человеком, ну, поболтай с ней хотя бы разок. А дальше сам решишь. Сайон умоляюще смотрит на Ченгука. — Нужно ее к Финле отправить. Он таких любит. — Смеется парень. — А каких предпочитаешь ты? Сестра берет его под руку и тянет в сторону брата. — Да не знаю. Не задумывался как-то. — Просто должно что-то щелкнуть в голове, и я сразу пойму, что этот человек мой. — Ты не похож на остальных ребят твоего возраста. Вздыхает она и кивает бармену. — Но мне уже далеко не восемнадцать. А иногда мне кажется, что ты старше меня на целую вечность. — Это сейчас мне двадцать шесть. А тебе на четыре года меньше, и разница не ощущается. — Ну, вспомни наши перепалки, когда мы были младше. — Смеется Ченгук, разглядывая идеальный профиль сестры. Сайон — точная папина копия. Только будто улучшенная версия. Красивая и очень характерная. Братскую любовь Чен проявлял своеобразно, но всегда к месту и вовремя. Сколько раз он ее защищал от нерадивых женихов и непонятных завистников. Сколько слез было пролито на его плечах из-за неразделенной любви, не передать словами. Но сейчас их отношения вышли на совсем иной уровень, где взаимное уважение ограничилось нотками юмора и бесконечной привязанностью друг к другу. Финн говорил, что это ненормально, видится почти каждый день. Но Ченгук в сестре души не чаял и готов был многим пожертвовать ради этой несносной девчонки. По отцу он очень тосковал. Уже минуло десять лет, как его нет. Но болит потери самого близкого человека никуда не уходило. Она просто трансформировалась в нечто иное. Будто тот, кого любишь, уехал далеко-далеко. Ченгук тогда резко повзрослел в свои шестнадцать, потому что неожиданно понял, что мама оказалась абсолютно не готова стать вдовой. Это ее раздавило окончательно, и даже наличие двух несовершеннолетних детей не спасло ситуацию. Первый месяц Мэй рыдала в спальне каждую ночь, думая, что если плачет подушку, то ее не должно быть слышно. Горе настолько сломило жизнерадостную и вроде бы сильную духом женщину, что она полностью погрязла в собственной боли, забыв о детях, которые на секундочку тоже потеряли отца. У Ченгука просто не осталось выбора, кроме как взять на себя заботу о сестре. Именно поэтому, уже будучи взрослым мужчиной, он никак не мог отпустить ее от себя, оберегая со всех сторон. Конечно, прошло время, и мать немного успокоилась, но уже не была похожа на ту самую Чон Мэй, какой все ее помнили до трагедии. Чунгук на эту тему разговаривать не любил, тут же блокируя ненужные вопросы, поэтому иногда казался довольно закрытым и отстраненным для многих. И всего два человека совершенно точно знали, что творится у него в душе, считывая каждый взгляд и буквально каждую эмоцию. Это Финли и Сайон. Им он мог доверять безоговорочно. А еще его настоящим другом стало море. Там можно было высвободиться и даже покричать вдоволь, зная наверняка, что вода все стерпит и унесет накопившуюся боль вместе с солеными брызгами. Чунгук изводил себя тренировками буквально до изнеможения, в то время как сестра занималась музыкой и танцами. Они приходили домой, чтобы поесть и переночевать, и убегали рано утром, стараясь не видеть изнуренного лица мама. Самое отвратное чувство, когда хочешь хоть что-то сделать, но человек отвергает любую помощь, которую ему предлагают. Отчего ощущение безысходности накрывает с головой. Чунгук искал ей психологов, пытался найти хоть какое-то занятие, но все было тщетно. Она глубоко застряла в состоянии горя и не желала оттуда выбираться. В какой-то момент у него опустились руки, и он просто отступил, молча наблюдая, как некогда цветущая и красивая женщина угасала на глазах. Любовь его родителей была чем-то неземным, невероятным и потрясающим, но в то же время дико пугающим. Чунгук не раз задумывался, а хотел ли он испытать такое всепоглощающее чувство. Кому много дано, с того будет спрошено еще больше. И у парня где-то в подсознании отложился фантомный страх, в котором огромная любовь граничилась бесконечной болью в случае потери близкого человека. Чунгук боялся открываться девушкам. Да, были одноразовые связи, не приносящие особо никакого удовольствия, и скорее это делалось лишь для разрядки. Но каждый раз, когда он смотрел в глаза очередной партнерши, понимал, что все не то. И улыбка не та, и запах, и глаза. Иногда ему казалось, что с ним что-то не так. Он говорил об этом с Финлей и даже с сестрой, но те разводили руками и успокаивали одной единственной фразой. «Ты просто должен влюбиться». Его чувствительный нос тут же уловил позади себя шлейф тяжелого терпкого аромата. Настолько сильного, будто его носитель взял флакончик с парфюмом и вылил на себя целиком перед выходом из дома. Невольно пришлось повернуться, чтобы посмотреть, кто же там. Хищные кошачьи глаза с дерзкой темной подводкой и пушистыми ресницами взирали на него всего в паре метров от барной стойки. Та самая настырная Бонни уже добралась до них, и было видно, что отступать не собирается. Девушка облизнула пухлые губы и направилась к ним, соблазнительно виляя бедрами. Джинсовые шорты были слишком короткими, отчего казалось, что длинные ноги растут буквально от ушей. Плоский живот, украшенный кристалликом пирсинга в пупке, был едва прикрыт черным топом с люрексом. Она знала себе цену и прекрасно понимала, что сейчас на нее пялится пара десятков заинтересованных глаз, но смотрела в одни единственные, не по-азиатски крупные и слишком добрые. Этого парня Бонни заприметила еще месяца полтора назад, когда случайно оказалась в этой части пляжа. Глазеть на серферов всегда было интересно, но этот буквально сразу привлек девичье внимание. Ли обладала потрясающей хваткой. Она уверена, что и в этот раз ей удастся охомутать излишне серьезного молодого человека. «Привет, Сайон!» – тянет девушка и обнимается чересчур радушно, будто они лучшие подруги. Целует в обе щеки и заглядывает в глаза. «Тебе так идет это платье!» «Спасибо», – смущенно отвечает та. «Ты тоже прекрасно выглядишь». «А это же твой брат, верно?» Она плотоядно смотрит на стоящего рядом парня. «Да, познакомьтесь». Сайон поворачивается к Ченгуку и представляет их друг другу. «Очень приятно, Бонни». Чен протягивает ладонь для рукопожатия, но в ответ ему подставляет кисть с красными длинными ногтями для джентльменского поцелуя. Ченгук от такой наглости даже глаза округлил и усмехнулся про себя. «Ишь, какая мадемуазель!» Не желая целовать, пусть и всего лишь руку малознакомой девицы, он просто пожал чужую ладонь в ответ, перехватив горячие пальцы. Но ее, кажется, это не сильно задело, потому что Бонни тут же забралась на свободный высокий стул и махнула бармену. «Ты так круто катаешься!» С восхищением тянет Ли. «Глаз не оторвать!» «Благодарю!» Кивает Ченгук, переглядывая с сестрой, которая прекрасно знала, как сильно не любит Ченгук такую неприкрытую лесть. «А у меня получится повторить хотя бы самый простой трюк?» «Могу научить одному», усмехается парень. «Правда? И какому же?» Темные глаза радостно вспыхивают. «Называется «Умирающий таракан», — говорит он и слышит, как справа прыскает в кулак Сайон. «Ух ты! Забавное название!» «Как и сам трюк!» Извини, это была не самая удачная моя шутка, в отличие от Финли, который просто мастер в этом. «Это твой был обрысый друг, у которого татуировка ящерицы на руке?» — уточняет Бонни. «Да, он не особо силен в серфинге, но таракана делать умеет», — качая головой с улыбкой, говорит Гук, вспоминая, как комично это выглядело. «А я могу прийти завтра?» — интересуется девушка, потягивая коктейль мохито. «Завтра у меня выходной, иначе сейчас я не тусовался бы здесь», — сообщает Чунгук. «Чтобы застать волну без чопа, серферы встают в четыре утра, а это лучшее время, но для простых трюхов можно и не заморачиваться». «Тогда в понедельник?» — она заискивающе ловит его беглый взгляд. «Когда ей глаза встречаются, Чунг замечает в них не просто интерес, а нечто большее. Эта девушка по головам пойдет, но своего добьется», — в мыслях звучит просьба сестры. Ее и без того хитили страшегуршницы за красоту и твердый характер. «Сайон на все имела свое мнение, за что всегда была в ней милости у таких, как Бонни. Они будто с разных планет, диаметральные противоположности, но, судя по всему, сестре было важно не ссориться с ней, поэтому у Чунгук коротко кивнул». «В десять утра у белой будки. Обычно я собираю там новичков и провожу инструктаж, а дальше все разбиваются на небольшие группы со своими тренерами». «Договорились?» — Ли спускается со стула с довольным лицом, прощается с ними и направляется к подругам. «Ну и как? Рассказывай!» — тараторят они, с любопытством поглядывая в сторону брата и сестры Чунов. «А все оказалось гораздо проще, чем я думала», — надменно произносит девушка. «Пара недели, он мой!» — Бонни начинает плавно двигаться под музыку, не сводя томного взгляда с парня, с которым только что познакомилась. «Бросить курить оказалось сложнее, чем он думал. Каждый раз ты обещаешь себе, что это последняя пачка, и с завтрашнего дня наверняка все получится. Но ничего не меняется». К этой пагубной привычке, как ни странно, его пристрастил Харви, сам того не ведая. «Безусловно, для Техёна этот мужчина стал примером для подражания. И когда мистер Пит застал его дымящим длинную белую сигарету, то долго ругался, будто он его отец. Но отчасти так оно и было, потому что Тея очень не хватало общения с кем-то старше и мудрее себя, с тем, кому всегда можно обратиться за советом. Парень даже невольно копировал его стиль и манеру общения, сильно изменившись за три года обучения. В этот раз Ким решил, что если победит на чемпионате, то совершенно точно завяжет с этой херней. Он уже поплавал рано утром подальше от тренировочного центра, чтобы не спалиться перед Чунгуком, и вернулся на главный пляж, с интересом поглядывая на высокого парня в гидрокостюме. Вокруг него собралось около двух десятков новичков, внимательно слушающих инструктаж. «Прежде чем мы приступим к тренировкам на воде, вы должны уяснить ряд строгих правил, которые необходимо придерживаться». Чунгук расхаживает зад-вперед, за спиной цепив руки в замок. «Первое. На лайнапе в приоритете тот, кто ближе к пику волны. Второе. Если ее одновременно поймали двое, то сойти с нее должен тот, кто хуже катается, чтобы другой смог завершить свой проезд. Это ясно?» В ответ толпа одобрительно гудит и кивает. «Третье. Категорически нельзя дропать чужую волну, то есть стартовать, когда по ней уже едет кто-то другой». Излишняя строгость тренера вызывает улыбку у Тихена. Эти правила давно ему известны, но он не подает вида, внимательно рассматривая красивое лицо с золотистым загаром. Чунгук хмурит брови, облизывает пересохшие губы и делает пару глотков из запотевшей бутылки с водой. «Четвертое. Запрещено бросать доску в океане, если оборвался лишь». «Острые плавники серфборда могут нанести увечья другим катающимся». «А если я плохо плаваю?» – спрашивает тощий парнишка из толпы. «Если ты херово держишься на воде, то лучше не входи туда совсем. Никто с тобой церемониться не будет», – без лишних сантиментов отвечает Чунг. «Далее. Нельзя выплывать на лайнап напрямую через ломающиеся волны. Так можно испортить катание другому серферу и пересечь траекторию его движения». «А не проще ли разделиться на более мелкие группы?» Полноватый афроамериканец с цветными дреддерами явно было задачен таким количеством правил. «А мы здесь не собираемся упрощать вам жизнь. Если готовы следовать кодексу любого серфера, то массы проблем и травм можно избежать». Чунгук замирает, наконец заметив Тихена. Гук слегка прищуривается и кивает знак приветствия. «Никогда не поворачивайтесь спиной к морю или океану. Надвигающиеся волны всегда должны быть в поле зрения». «А в распечатанном виде это есть, я и половины не запомнил», – гундит кудрявый блондин с россыпью веснушек на лице. «Выдадим чуть позже». Гук в очередной раз отвлекается на нового знакомого, который не сводит с него пристального взгляда. «После большого сета волн необходимо убедиться, что другие серферы в безопасности и никого не унесло в открытое море. Уяснили?» В ответ вся коротко кивает. «Распределяйтесь по группам. В каждой не более пяти человек. Тренеры уже у воды, доски ждут вас там же. Вперед!» Командует Чун и следит, чтобы не было путаницы со списками. «Привет», – кивает Тихен, подойдя чуть ближе, после того, как толпа рассосалась. «Ты не по расписанию». Игнорируя его дружелюбный тон, Чунгук допивает воду. «А для простого приветствия оно тоже необходимо?» – усмехается парень. «На это у меня нет времени. Твоя тренировка через два часа? Или я что-то путаю?» «Верно. Но было интересно вновь послушать правила из твоих уст. Ты слишком строгий тренер». Голос Тэф звучит мягко и обволакивающе. «Можешь записаться к другому». Чунгук разворачивается и направляется к будке, где сидит администратор. «Джуди, внеси в список на десять часов Бонни Ли». «Но у вас там индивидуальная тренировка». «Ничего страшного. Надолго она не задержится, я надеюсь». Добавляет Чун и, повернувшись, замечает, что этот Ким все еще здесь. «Подготовь пока доску. Воск можно взять у той стойки». «Спасибо, у меня свой воск. Я все уже подготовил еще утром», — говорит Тэ, прикуривая сигарету. «Будешь курить, никакой дыхалки не хватит». Бросает Гук, но неотрывно смотрит, как белый фильтр касается красивых губ. Мотает головой, будто пытается избавиться от наваждения и хочет пройти мимо. «Но если попросишь, я обязательно брошу», — кидает след Тэхён. А Чунгук замирает и оборачивается. Ему улыбаются, медленно выпуская невесомые колечки дыма изо рта. Взгляд излишне самоуверенный, но не надменный. Ощущение, что этот Ким затеял с ним какую-то игру. Понять бы еще, какую именно. Он отмечает, что гидрак на парне далеко не из дешевых, хотя доска так себе. «Из чего бы я должен об этом просить?» — хмыкает Чун. «Ты умеешь убеждать», — улыбается Тэх. «Я бы послушал твою лекцию о вреде курения». «А о чем еще тебе рассказать?» Чунгука начинает раздражать этот странный парень. Его общение было таким, будто он не его тренер, а давний соперник, которого нужно непременно подъемнуть. «Можешь немного о себе, но не из серии. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Чун изумленно мотает головой, раздумывая, как бы более красиво его послать. «Не утруждай себя высокопарными ответами. Даже если ты тупо скажешь «иди нахрен отсюда», я все равно приду на тренировку», — смеется Ким. «Услышанное невольно вызывает улыбку и угука. Этот парень за словом в карман не лезет и явно обладает весьма дерзким характером и неплохим чувством юмора. А еще он хороший психолог, раз так четко считывает его эмоции. «Тогда иди нахрен», — обреченно машет на него Чунгук и уходит. «Увидимся через два часа», — кричит догонку Тэ и тушит сигарету в специальной урне. Пока шли чужие тренировки, Тихен успел перекусить и наведаться в кемпинг, чтобы растолкать Купера, который где-то куролесил всю ночь. «Вставай, ленивая жопа! Ты сюда трахаться приехал или кататься?», — возмущенно причитает Тэ. «А ты все равно отжал мой серф, а свой ни хрена не даешь», — сонно бормочет парень. «Так пойди и возьми в прокате», — фыркает Тихен. «Вот ты и возьми!» — огрызается друг. «С хрена ли я должен это делать?» «Ну ладно, если хочешь в свою доску обратно, я верну», — обиженно произносит Ким. Купер садится и трет глаза, уставившись на парня. «Принесешь мне кофейку, и я, возможно, отдаю», — миролюбиво просит он. «Хм, могу дашь с круассаном», — добродушно предлагает Тэ. «Валяй!» — парень выбирается из спального мешка или не возевает, высунув на улицу лохматую макушку. Когда стрелки приближаются к десяти, Ким быстро поднимается с раскладного стула и направляется к выходу. «Ты куда так заторопился? Твоя трение же только через час!» «Хочу посмотреть кое на кого!» — бросает он и покидает палатку. «Море сегодня неспокойное, но Тэхёна это не пугает, а вот какая-то девица, которую лично внес в список сам Чунгук, очень даже. Подойдя к тому месту, где он обычно проводит тренировки, Ким с интересом наблюдает, как к Чунгуку приближаются две девушки, одна из которых обнимает его и целует в щеку. Ревность неприятно колет где-то внутри, особенно от того, как тепло улыбается ей парень. Его с таким радушием не встречали. Вторая девушка довольно симпатичная, но вырядилась так, будто пришла не на тренировку, а на Пакосмот. Ярко-розовый гидрокостюм был разбавлен кислотно-желтыми и белыми вставками. На фоне остальных, более темных, она однозначно выделялась. Тэйон усаживается в тени, где стоят лежанки и зонтики, и изображает, что занят натиранием доски. Но взгляд то и дело стреляет в сторону Чунгука. К ним подходят высокие блондины, машут руками, покатываясь со смеху. Даже издалека, Тэ, слышен хохот тренера, который явно расслаблен и ведет себя очень непринужденно. Ким приходит к выводу, что Чунгук довольно закрытый человек, и подступиться к нему будет ох, как непросто. Возможно, он даже не свободен, и одна из этих девушек с ним в отношениях. Но, как говорил ему Харви, если есть химия между людьми, то ее никуда не деть. А он ее почувствовал практически сразу, как увидел этого парня. И плевать-то, Хён хотел, натурал тот или нет. Все четверо входят в воду и ложатся на доски животом вниз, перебирая руками. Чунгук все время поглядывает на эту яркую девицу и что-то кричит ей сквозь шум волн. Когда блондин переворачивается на спину и начинает дергать в воздухе конечностями, смеются все, и даже Тэ едва сдерживают улыбку. — Учить девушек делать таракана? — Ай-яй-яй, Чунгуки! — цокает Тэхён, когда понимает, что это и не тренировка вовсе, а так, баловство. Они находятся в море минут тридцать и неспешно возвращаются к берегу. Чунг показал пару легких трюков, но у девушек ничего не получалось. Яркая брюнетка то и дело падала с доски, и Чунгуку приходилось помогать и забираться на серф вновь и вновь. Когда наступает время Кима и еще нескольких учеников, он неторопливо направляется в сторону этой четверки, которые так и стоят на берегу, оживленно болтая. Чтобы встать на доску и удержать на неравновесие, нужно ежедневно тренироваться не только в воде, но и на суше. Мышцы должны быть в тонусе, а голова ясная. Реакция здесь очень важна, так что... «Доброе утро!» – бесцеремонно вклинивается в их беседу Тихен, привлекая к себе всеобщее внимание. Девушки смотрят с интересом, а Чунгук снова хмурится, подавляя себе жгучее желание съязвить в ответ. «Я пока занят». Он не успевает договорить, как замечает протянутую ладонь этого наглеца к Финли. «Ким Тихен?» – добродушно произносит он и переводит взгляд на девушек, внимательно рассматривая. «Бонни Ли!» – яркая красотка представляется первая. Ким не ошибся, когда предположил, что это именно она. Тоже азиатка, но нечистокровная, отчего внешность кажется еще более экзотичной. Темные волосы были собраны в высокий хвост, но сейчас намокли от бесконечного ныряния. Вблизи она выглядит довольно мило, но вторая девушка понравилась Тихену куда больше. Ее смело можно было назвать красивой. Утонченные черты лица идеально сочетали в себе изящество и породу. А еще он уловил внешнее сходство между ней и Чунгуком. «Чун Сайон!» – тоненький, как колокольчик, голосок нарушает затянувшуюся тишину. «Да ты его сестра, угадал?» – улыбается Те, пожимая хрупкую прохладную ладошку. «Верно!» – кивает она. «А ты его приятель?» «А никого не смущает мое присутствие?» – чуть откашлившись, подает голос Чунгук. «Прости, я просто подошел напомнить о начале нашей тренировки», – миролюбиво говорит Тихен. «Считаешь, что я настолько некомпетентен, что не слежу за временем?» – Гук складывает руки на груди. «В компании таких красоток это простительно», – произносит Те, зная наверняка, как подобные фразы действуют на девушек. Впрочем, как и он сам. Ким чувствует на себе заинтересованные взгляды всех троих, кроме того, кто так его привлекал. Кажется, такое самовольство тренера только разозлило. «Не буду мешать». – Тихен вежливо кивает и отодвигается в сторону. «Мы уже уходим. Прости, что немного сбили график», – виновата говорит Сайон. Они прощаются с Чунгуком, и Уте под кожей начинают играть желваки, когда эта Бонни тянется, чтобы чмокнуть парня в щеку на прощание. Так и хочется отвесить ей леща. Он ловит себя на мысли, что в нем вдруг проснулось какое-то дикое чувство собственничества. Никто не смел трогать то, что должно принадлежать только ему. Это был всего лишь вопрос времени. И, кажется, Тихен уже и сам забыл, что приехал сюда за победы на чемпионате. Все его мысли были заняты исключительно Чунгуком. Они плывут вперед, подгребая руками, и замирают на лайнапе, лениво покачиваясь на волнах. Тихен записан не в группу новичков, а тех, кто хоть немного, но умеет владеть доской. Чунгук очень ответственно подходит тренировкам. Постоянно комментирует свои движения и то, что делают остальные. Смотрит, как Ким ловко встает на доску и глядит на него сверху вниз. «Хорошо», – одобрительно кивает Чунгук. «Согни ноги в коленях, идет небольшая волна, как раз для тебя». Он поворачивается к другим ученикам и продолжает. «А остальные терпеливо ждут своей очереди». Парни кивает и внимательно наблюдает за действием Метехена, который судорожно соображает, как бы похуже прокатиться, но не нахлебаться ненароком воды. Он ловит приближающуюся волну, понимая, что она совсем маленькая и безопасная, а потому решает не падать и проезжает без проблем, обернувшись после этого на тренера. Чун показывает большой палец вверх и тут же переключается на другого ученика. «То и очень хочется показать себя во всей красе, продемонстрировать все трюки и, наконец, надрать зад этому Чунгуку, который, как ледяная глыба, заполненная до краев непоколебимым равнодушием, не обращает на него никакого внимания». На самом деле он мог бы начать прямо сейчас, уверенный, что произвел бы тут настоящий фурор. Главное – дождаться хорошего пика волны, и дальше он сможет всех удивить. «Ну, тогда весь его план по соблазнению недотроги сойдет на нет. А этого-то еще он хотел меньше всего. Не сегодня». Ким откровенно забавлялся, то и дело падая с доски. Вспомнил, как это делала Бонни и решил не отставать. Пытался забраться на серфе и намеренно его переворачивал вместе с собой, громко отфыркиваясь. «Ты издеваешься?» Чунгук снова подплывает и подхватывает его под ягодицы, выталкивая из воды. «Да нет, совсем нет», – невинно отвечает Техен, кидая на парня взгляд из-под опущенных ресниц. С Чунгуком совсем ничего не работает. Больше всего задевает то, что с друзьями этот парень другой, улыбчивый, расслабленный. А с ним говорит сухо и совершенно игнорирует всю его тактику соблазнения. «Я слишком плохо катаюсь?» – неожиданно спрашивает Тех. «Да нет, видел и похуже. Чунг забирается на доску и внимательно смотрит за действиями другого ученика. А могу я взять несколько индивидуальных уроков? У меня все расписано. Я брошу курить». «Что?» – Чунгук удивленно смотрит на парня. «Ну, если согласишься, я правда брошу». «Да мне нет никакого дела до твоего здоровья!» – равнодушно кидает он. «Когда умру от рака легких, пришлю урну с прахом тебе. Развеешь над морем». Гук внимательно смотрит на Кима и никак не может понять, шутит ли он или говорит на полном серьезе. Так он сидит на доске в позе лотоса и покачивается на волнах. «Что тебе от меня нужно?» – в лоб спрашивает Чун. «А если я скажу, ты точно сбежишь на край Вселенной?» – усмехается Те. «Говори». Чунгук буквально буравит его взглядом. «Нет». – Техен уверенно смотрит в ответ. «Я дам один индивидуальный урок завтра в пять утра, и ты мне все расскажешь». «Говорит Чун, понимая, что жертвует личным временем для тренировок». «Хорошо», – кивает Техен, решив, что обязательно что-нибудь придумает. Вставать в такую рань для Ате не проблема. Он давно привык к подобному режиму за годы тренировок, но сегодня чуть не проспал, потому что всю ночь думал о предстоящей встрече. Утром народу гораздо меньше, и места хватает семь, потому что новички еще спят, и в основном в море выходят только профессионалы. Тот факт, что Чунгук готов был пожертвовать личным временем для него, грел душу. Но так он никак не мог сообразить, что сказать свое оправдание и какую легенду придумать. Купер ошивался где-то неподалеку, и когда Ким выбрался из палатки наперевес с полотенцем и направился к душевым, то увидел его с рожеволосой девицей в обнимку. «Ты встал?» – пьяно уточняет Куп. «Встал у тебя между ног!» – с улыбкой бросает «Т» и открывает свободную кабинку. Зона кемпинга была оборудована всеми удобствами. Имелась даже большая кухня, где каждый мог приготовить себе поесть при желании. Сборы занимают 15 минут, но когда уже пора выдвигаться, Ким медлит несколько секунд, глядя на свою доску с изображением Марлина. Хочется взять ее, прокатиться нормально и рассказать всю правду, но это только все испортит. Нужно преподнести эту информацию как-то иначе. Понять бы еще как. Кажется, лживое болото затягивало Кима все глубже и глубже. Когда он доходит до тренировочной зоны, Чангук сидит на песке и методично натирает доску воском. Техен садится рядом и принимается делать то же самое. «И где же твое доброе утро?» — ухмыляется Чанг спустя пять минут. «А оно тебе нужно?» — несмотря на него бросает Те. «Зачем ты так трешь? Хочешь поцарапать серф?» — сокрушается Чанг, схватив парня за предплечье. Техен сдрагивает от его прикосновения и медленно поворачивается, глядя в самую душу. Кожа под его пальцами горит в буквальном смысле. Хочется, чтобы он задержал свою хватку подольше, но нет. Не прошло и нескольких секунд, как Чангук убрал руку. «Я всегда так натираю. По кругу самое лучшее, уж поверь», — шумно сглотнув, говорит Ким. «По кругу можно чистить только картошку». «Или двигать бедрами», — неожиданно произносит парень. «Что?» — Чангук удивленно пялится на него. «Ну, когда танцуешь?» — тут же добавляет Эн, но в голове совсем другие картинки. «А как натираешь ты?» — переводит тему разговора. «Сверху вниз?» «Хм, сверху вниз тоже хорошо», — с улыбкой кивает Техен. «Движения должны быть короткими и частыми», — зачем-то поясняет Чан. «Правда? Вот так?» — Техен с нажимом проводит ладони с зажатым воском между пальцев. «Можно чуть быстрее». Чангук ошалела, смотрит на чужую руку и чувствует, как пересохло в горле. «А насколько сильно?» — может уделить внимание верхней части, — участливо шепчет Тех. «Безусловно. Там нужно хорошо поработать», — поясняет парень. «Главное не пропустить ни один миллиметр поверхности. Важно же охватить все целиком», — кивает Чон, чувствуя, как по спине стекают капельки пота, хотя на улице ранним утром довольно прохладно. «А задняя часть? Ее стоит обработать? Может, ты мне поможешь?» — просит Тес, коси взгляд его в сторону. «Хвост тоже важен. От него многое зависит», — хрипло отмечает Чангук. «Да, да, хвост», — Техен едва сдерживает смех. «Насколько глубоко он может погрузиться?» «Кто и куда?» — изумленно спрашивает Чон. «Мой хвост в бескрайнее море». Техен слишком близко, настолько, что даже страшно. «Свой хвост береги для чего-нибудь поважнее», — с усмешкой говорит Чангук, забирая у него коробочку с воском. А здесь лучше работать справа налево. Его пальцы накрывает чужая ладонь, двигаясь в унисон. «Мне кажется, лучше нажимать сильнее. Эффекта будет больше», — предлагает Ким. «Лучше плавно, но качественно». Низкий голос звучит очень двусмысленно. Техен смотрит на Чангука и уже ничего не понимает. Здесь такая тонкая грань, где шутка и пошлый намек отчаянно сражаются за место под солнцем. По выражению лица Чона ни хрена не понятно. Более того, он не сбрасывает руку парня, но при этом методично делает свою работу. Чонгук окликает его Те. «А если я скажу, что катаюсь лучше тебя, ты мне поверишь?» Он поднимает голову и замирает, внимательно всматриваясь в слегка растерянные глаза. «Нужно быть полным идиотом, чтобы в это поверить», — усмехается Чон. И в какой-то момент Эхен готов был все ему рассказать. «Ну, просто нахрен признаться во всем, и будь что будет». Но Чонгук оказался настолько убежден, что перед ним серфер-любитель, что Те снова сдрейфил. «Доски готовы, идем?» — с улыбкой предлагает Ким. «Раннее утро — лучшее время». «И ты ради меня пожертвовал драгоценные часы?» Техен замирает у воды, чувствуя, как ступни жадно облизывают прохладные волны. «Ты мне кое-что обещал», — кивает Гук и кладет доску на воду. «Ну, иногда лучше оставаться в неведении», — тихо говорит Те, но его прекрасно слышат. «Вокруг никого. Лишь редкие серферы колышутся на воде то тут, то там и не напрягают друг друга своим присутствием. Береговая линия огромная, а лайнап был для всех общий и зависел исключительно от везения». Техен ложится на доску и прикрывает глаза, перебирая руками. Море само подталкивает его вперед, а гладкая поверхность воды говорит о том, что сегодняшнее утро просто идеально для катания. Оба уже удалились на приличное расстояние от берега и теперь ждали пик волны. «Насколько ты хорош?» — спрашивает Ченгук, отчего ты ошарашенно смотрит в ответ. «О чем ты?» — непонимающий уточняет тот. «Ну, вернее, не так. В чем ты чувствуешь себя лучшим?» «Это уверен, что хочешь услышать ответ?» — ухмыляется Ким. «Ну, не томи». В сексе. Ченгук пытается скрыть смущение, резко поперхнувшись воздухом, но у него ни хрена не получается. Этот парень явно младше, но говорит такое настолько откровенно, что у него пропадает дар речи. «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит», — выдавливает Гук. «Когда меня начнет хвалить тот, кому я всецело доверюсь, он сойдет с ума от моей любви». Звучит, как приговор, нервно хохотнув, произносит Ченгук. «Ну, иногда лучше сладкая смерть, чем бесконечная мука». Техион скакивает на доску и ловит волну, которую не успел увидеть Ченгук. Он умело встает в нужную позицию и оборачивается, подмигнув тренеру, который, нарушая все правила кодекса серферов, внедряется в чужое пространство, следуя позади Кима. Когда пик заканчивается, оба падают в воду и тут же проверяют лишь. «Нахрена ты дропнул мою волну?» — отфыркиваясь, выкрикивает Те. «Кто ты, твою мать, такой?» — пристально глядя на него, спрашивает Ченгук. И на сегодня это все, друзья. Продолжение следует. Ох, как интересно это все завязывается. Будет какой-то конфликт точно, когда Ченгук узнает, кто такой Ким Те Хён. Это сто процентов. Ну, а любовь-то тут уже начинается. А вы что думаете по этому поводу? Давайте пообщаемся в комментариях. И не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых озвучек. А с вами была Маруся. Мы совсем скоро встретимся. Хорошего вам настроения. И пока-пока.